Не входите туда без маски. Такой совет дают у входа в квартиру. Волонтёры, вооружившись масками и дихлофосом, вышли на тропу войны с насекомыми. Вместо ковров и обоев полы и стены квартиры полностью устланы тараканами. Обшарпанная мебель, уборка в квартире давно не проводилась. Волонтёры по очереди выходят на улицу, чтобы подышать воздухом и справиться с психологической травмой от увиденного. О плачевных условиях существования пенсионерки, добровольцам и сотрудникам соцслужбы рассказала керчанка Екатерина Чумак. Она случайно встретила на улице пожилую женщину и довела её до дома. То, что она увидела в квартире, побудило Екатерину призвать горожан прийти на помощь. Это ваш кот. Всё-таки его доставили. Его пока нет. Там тараканов потравили, чтобы он не задохнулся. Ну, давай темнее его. Отдай кота. Неприятный запах чувствуется уже на первом этаже, не говоря уже о четвёртом, где живёт пенсионерка. Там и вовсе дышать нечем. Странно, что соседи никак на это не реагировали, говорят волонтёры. По словам бабушки, она живёт с племянником. Как я выведусь? Я ничего не вижу. Ясно. А деньги у вас есть? Где они у меня? А что вы едите? У меня денег совершенно нет. А пенсии вы не получаете? Получаю пенсии, всё отдаю племяннику. А что вы едите? Что племянник приготовит. А он часто приходит? Не приготовит, что кушает. Нет, он иногда... Потому что он работает очень долго. Сейчас пенсионерку из Тараканьей квартиры устроили в больницу, где она пробует несколько дней. Совместно с волонтёрами городской администрации Керчи и Управлением социальной защиты решается проблема условий проживания пожилой керчанки. Альша Шулакова, телеканал «Милет».